Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода и GD мой канал Аморика Сатья, а также об он на шопинге Хочу сразу привести свои извинения как автора контента, который я выпускаю за тот беспорядок, который вы видите справа, получается, справа от меня потому что там я и тряпочки себе нарезала и детские вещи систематизирую что-то на выбор, что-то надо подарить моим соседям кто захочет принять такой дар и на самом деле не могу все это убрать, потому что потом у меня потребуется очень много времени на то, чтобы все опять разложить по кучкам но я решила записать это видео достаточно экспромтно потому что очень много, очень много запросов действительно на мою прическу сейчас я распущу волосы и покажу как можно такую гулечку очень просто сделать и вообще я думаю, что с такой гулечкой я буду ходить еще очень долго у меня был период, когда я 2 года отращивала волосы вот с такой гулей я ходила потому что волосы никак больше ни во что у меня приличные не укладывались поэтому сейчас я покажу, вы с легкостью сможете такую прическу повторить она подойдет как для очень плотных волос гладких и тяжелых так же для волос вот таких легких, как у меня возможно даже преимущество будет что такая гуля будет держаться гораздо-гораздо проще без единой шпильки, без единой невидимки ну что ж, переставила я камеру достаточно повыше сейчас я распущу свои волосы и покажу, как я их таким образом собираю повторюсь, у меня волосы короткие легкие мне не нужны для этой прически невидимки возможно вам они понадобятся но это, что называется, опционально для резинки я использую, ну либо самую обычную резинку которую в любом магазине можно купить но в моем случае это очень удобные лямки ненужные лямки от купальника которые у меня сохранились случайно на самом деле раньше такие вещи я выбрасывала а теперь поняла, что они мне очень нужны потому что, ну, во-первых, они не растягиваются так как другие резинки, которые я специально покупаю ну, а во-вторых, даже если растягиваются то почему бы не использовать практически метр таких резинок которых у меня набралось для вот таких действительно очень хорошо фиксирующих кстати, хорошо фиксирующая резинка это один из залог успехов того, что эта гуля у вас будет там держаться пучок, что он не будет съезжать поэтому позаботьтесь, наверное, о достаточно плотных резинках и каждому потребуется свой диаметр мне нужен маленький диаметр такой резинки а суть этой прически, конечно, состоит в том что мы должны расчесать волосы я не буду сейчас это делать но предположим, что они у меня расчесаны на самом деле они действительно расчесаны и секрет такой высокого пучка состоит в том, что нужно будет волосы либо запрокинуть вниз либо, если вы уже представляете, как делать такой высокий пучок собрать высокий для начала хвост вот таким образом все это будет происходить собирать нужно руками, хаотично я бы не советовала использовать для этого расческу но опять же, все зависит от длины волос, от их состояния потому что волосы, допустим, разрушены химическим окрашиванием либо просто химией они, конечно, пористые, они хуже собираются но мне в моем случае, у меня такой устремленный вариант часть моих волос уже отросла а часть, в общем-то, еще здесь повреждены на концах поэтому я, в общем-то, могу обойтись без расчески а могу и расческу использовать поэтому мы собираем очень высокий хвост очень высокий это будет странно смотреться в профиль мы этот хвост фактически смещаем вот сюда традиционно мы делаем вот здесь хвост либо пучок но вот для этой прически необходимо сместить очень колбу очень близко колбу эта прическа может быть с челкой как у меня, может быть без челки челку можно достать прямо-таки сейчас что будет, наверное, даже проще сделать пока мы плотно резинкой не закрепили либо это можно будет сделать потом таким образом вы, если имеете длинные пряди у лица тоже можете их выпустить потому что я сейчас покажу как красиво их можно закрепить и, возможно, такой вариант вам также подойдет вот таким образом я убираю челку одна прядь лишняя у меня выпала все чуть-чуть наклоняю голову и делаю самый обычный хвост когда я продеваю петлю из волос желательно проследить но это не критично, чтобы хвост сами кончики волос остались сзади но если они будут впереди или сбоку это не особо испортит прическу потому что она достаточно хаотична по своей сути все, вот таким образом я продела пучок и фиксирую вторым слоем резинки перекинув резинку фактически у меня получается хвост который я так и не достала наверное, стоило бы мне это сделать лучше перед зеркалом но покажу вам вот таким образом что я делаю потом? потом у вас получится такой на самом деле хвост, который вы как будто бы недопродели и по сути это уже есть ваша прическа потом необходимо распределить ваш пучок вот таким хаотичным образом и если он у вас получится слишком ровный слишком ровный я сейчас на самом деле не вижу какой у меня пучок получается потому что там, где у меня пучок у меня и бежит строка времени но если вы увидите, что он прямо-таки ну очень ровный, очень глянцевый возьмите шпильку возьмите шпильку и закалите его прямо-таки внутрь таким образом пучок будет у вас достаточно хаотично прям вот таким образом нарушите симметричность этого пучка и соответственно у вас получится хороший, красивый пучок который не будет выглядеть хвостом который вы недопродели как еще можно делать если у вас очень гладкие волосы очень плотные волосы чтобы пучок не выглядел слишком слишком получается ровным можно взять просто вот опять же одну прядь и просто зафиксировать ее опять под резинку таким образом она послужит вам как шпилька то есть она потянет за собой часть других прядей вы ее заткнете прямо-таки в центр вашего пучка и соответственно таким образом нарушите вот эту глянцевость вашего пучка пряди снизу я не очень люблю вот здесь, кстати, часто мне нужна резинка опять же, то, что я вам сейчас показываю это очень черновой вариант просто техника, как меня, в общем-то, просили как спрашивали в комментариях потому что я люблю, когда в данном пучке все, в общем-то, заколото и подколото но длины волос у меня не хватает поэтому я использую невидимки для того, чтобы подкалывать нижние пряди что делать, если у вас нет такой челки, как у меня и пряди у лица слишком длинные и вам не нравится вот этот эффект пучка и вот здесь вот такие пряди которые можно, конечно же, подзавить когда у меня были длинные пряди я их собирала вот таким образом они были длиннее и заводила прямо-таки в центр пучка и это смотрелось очень красиво попробуйте, я просто вам сейчас покажу и расскажу, как это можно сделать но вот суть этой пряди в том, что она должна быть очень длинная видите, как интересно получается она очень длинная зайдет и она сделает, на самом деле, такое ощущение что это будет весь пучок, который вы себе сделали то есть не будет ощущения, что вы вот здесь что-то себе таким образом поставили поэтому это тоже может быть очень хорошая альтернатива красивая альтернатива для того, чтобы носить подобный пучок но опять же, здесь у меня что-то торчит и видео, это челка, да и мне не хватает длины, чтобы завести вот эту прядь если у вас прядь очень плотная перекрутите ее вот таким образом несколько раз и все равно заправьте в центр вашей резинки, вашего пучка можно добавить лак, но на мои легкие волосы допустим, лак мне не нужен все равно у меня выбивается кончик челки но, в общем-то, вот таким образом можно иметь полностью открытое лицо опять же, да, вот здесь не портит все-таки челка если бы у меня была более длинная прядь впереди, а не челка то, в общем-то, она бы очень красиво, очень хорошо бы зашла сюда, на самый верх подвинусь я к камере, чтобы было не видно, что там у меня торчит поэтому вот такой пучок его очень-очень легко сделать, он прекрасно держится, даже без невидимок как в моем случае, если у вас плотная, тугая резинка два оборота, в общем-то, пучок у вас будет очень хорошо смотреться ну и чтобы прямо-таки совсем все смотрелось очень-очень хорошо пожалуйста, не забывайте использовать лайфхак для видео я его не использую но если я выхожу с этой прической на улицу я стараюсь все-таки не забывать брови себе накрасила и теми же тенями если это не тинты, если это не гель прокрасить вот эти части белесые которые зачастую у нас не загорают смотрятся, ну прямо-таки некрасиво на самом деле смотрятся очень контрастно по сравнению с цветом кожи шеи по сравнению с цветом кожи нашего лица не пренебрегайте этим трюком я его подсмотрела у англоязычных блогеров все красят себе прямо-таки даже линию роста волос и у многих блогеров можно увидеть линию роста волос очень аккуратная как брови бывают, которые видны из космоса бывает также линия роста волос которая прямо-таки очень графично очерчена Не знаю, нужно это делать или нет, это на любителя, но вот эти все части прокрасить тенями можно очень просто, и смотреться, это все будет гораздо-гораздо лучше. И, кстати, такой же лайфхак, я тоже о нем много раз говорила, можно применять, прокрашивая свой пробор, если вы носите волосы в низком пучке, и у вас прямой пробор, его явно видно, и можно также прокрашивать, если вы носите волосы распущенными. Поверьте мне, будет казаться, что ваших волос, густота ваших волос прям-таки визуально увеличилась. Ну и последний совет, последний лайфхак, который очень хорошо применим, опять же, если вы будете носить такой пучок, это использовать самую обычную муку. Муке нужно очень мало, потому что мука, ее видно, ее, скажем так, трудно счесать с волос расческой, муку видно. Есть специальные сухие шампуни, можно использовать для этих же целей также глину, и самый обычный картофельный, кукурузный крахмал, рисовый крахмал, мне кажется, тоже. Любой крахмал вам подойдет. Конечно же, зная, что вы будете волосы собирать в пучок, не стоит втирать все эти вещи вот здесь по росту волос, их нужно втереть по длине, ну и также вот здесь, где все будет закрыто у вас непосредственно вашим пучком. Вы получите очень классный объем. И также, если волосы у вас начали жирниться, то пройдясь элементарно мукой, исчезав ее излишки над раковиной, я часто это делаю на балконе, наверное, соседи, которые печально косят газон, чистят бассейн, смотрят на меня и думают, вот это вот странное, нужно про нее тоже видосик выпустить, которая перекидывает голову и счесывает, что-то там счесывает со своих волос. Так вот, вы получите прекрасный объем, пушистость нужную, не прибегая к никаким специальным стайлинговым средствам. Вот такой пучок носите, мне кажется, очень даже удобно и в определенных образах может выглядеть действительно очень-очень классно. Это была Инна Скворцова, всем пока-пока!